На этой неделе Алтай праздновал 85-летний юбилей земляка, поэта Роберта Рождественского. Для этого в край приехали его родные, а также именитые гости, знакомые любому зрителю. Мероприятия проходили сразу на нескольких площадках. Симфонический оркестр под открытым небом, литературные встречи, гостиная шестидесятников и рок-фестиваль. За всеми этими событиями наблюдала наша съемочная группа. И несмотря на то, что завершились рождественские чтения глубокой ночью, мои коллеги готовы поделиться новостями. Гром прогрохотал незрячий, ливень ринулся с небес. Был я молодым, горячим, без оглядки в драку лес. Роберт Рождественский был из поколения шестидесятников, ярких и громких. Поэтому и фестиваль его имени в этом году здесь, в Косихе, превратился из литературного в по-настоящему рокерский. Жил да был, жил да был, спал, работал, ел и бил. Полюбил, разлюбил, плюнул, снова жил да был. Главный хедлайнер вечера – певец Александр Маршал. Его репертуар недавно пополнился новыми песнями на стихи Роберта Рождественского. Экс-солист рок-группы Парк Горького признается и подумать не мог, что на страницах сборников поэта найдет тексты, которые превратит в хиты для тех, кто любит потяжелее. А для любителей мурашек по коже на Малой Родине поэта поет Тамара Гверцители. Когда люди читают стихи Рождественского, они меняются в лице, говорит актер Максим Аверин. Практически хором вместе с ним жители края цитируют известные строки. Пусть Рождественский прожил здесь всего два года, на Малой Родине его любят и помнят, пожалуй, как нигде больше. Отметить юбилей отца, которому в этом году могло бы исполниться 85, Екатерина Рождественская решила по традиции в кругу друзей. Попадая сюда, на ярд любви, словно переносишься в 60-е. Это было время, когда поэты читали свои стихи с трибун и собирали целые стадионы. Помогите мне, стихи. Так случилось почему-то на душе темно и смутно. Помогите мне, стихи. Строки, которые возникали в голове сами собой, еще с детства первыми слышали родные и друзья. В его доме всегда было много гостей. Восстановить гостиную шестидесятников решили в Мемориальном музее Рождественского. Советский интерьер. Со стены смотрит девушка весна из журнала «Юность» звучит старое радио. Хочешь, поставь виниловую пластинку. Хочешь, напиши отзыв о музее на печатной машинке. Или можешь снять со стены гитару и, как в песне, осторожно и бережно тронуть струну. «Позвони мне, позвони!» Так и манит к себе строчками Рождественского и этот телефон. Поднимаешь трубку и представляешь. Вот Роберт Иванович набирает телефонный номер и звонит другу, Андрею Вознесенскому. «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь». А он в ответ. «Знаешь, я хочу, чтобы каждая строчка, неожиданно вырвавшись из размера и всю строфу разрывая в клочья, отозваться в сердце твоем сумела. Если любовь, то вечная, если слова, то необычайно пронзительный». Роберт Рождественский словно выплеснул на бумагу все, что кружится в головах у многих, но никак не может воплотиться в слова. Возможно, именно поэтому многие его стихи превращались в песни. Известный баритон из Москвы Владислав Косырев и симфонический оркестр Алтайской филармонии. Вместе с ними на рождественских чтениях поет весь Барнаул. Неудивительно, что слова этих песен помнит каждый. Они звучали в легендарных фильмах. «17 мгновений весны», «Карнавал», «Приключения неуловимых мстителей». Говорят, его талант словно магнит притягивал гениальных композиторов и исполнителей. Муслима Магомаева, Анну Герман и Иосифа Кобзона. Многие говорят, его стихи были просто созданы для того, чтобы их спеть. Необычайная мелодичность и очень четкий ритм. А для него поэзия была просто неотъемлемой частью жизни. Такой же, как и дыхание. «Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие». Мгновение его творчества подарили всем нам тысячи пронзительных строк. И мы уверены, здесь, на Алтайской земле, еще не раз наизусть прочитают такие близкие каждому стихи Роберта Рождественского. Алена Давыдова, Андрей Кулябин и Виталий Шелягин. События недели.